Музыка Привет, друзья! Для любителей остренького сегодня мы с вами приготовим маринованный перец чили. Рецепт это очень простой, но перец получается вкусный и хрустящий. А любители острого, я думаю, оценят мой рецепт маринованного перца чили. Нам потребуется немного времени и немного ингредиентов. Все ингредиенты я пропишу под видео, заходите и смотрите. И сейчас я вам проговорю, что же нам потребуется. Потребуется перец вот такой острый, он может быть красного или зеленого цвета, лавровый лист, горчица в зернах, чеснок, 9% уксус, сахар и соль. А также хорошее настроение и желание приготовить. Итак, начинаем заниматься перцем. Перец мы тщательно будем промывать под проточной водой и обрезать все хвостики. Вот так вот обрезаю хвостик при помощи ножниц. Вы можете также обрезать при помощи обычного ножа. Далее беру простерилизованную литровую банку, так как я буду закрывать перец в литровых банках. Добавляю в банку 5 горошин душистого перца и начинаю перцем заполнять полностью баночку. В заполненную банку добавляем чеснок. У меня здесь 5 маленьких зубчиков. Вы возьмите либо 5 маленьких, либо 3 крупных. Сразу добавляем. Добавили мы чеснок и добавим в каждую литровую банку по 2 лавровых листика. Беру 2 листика и добавляю. Заливаем кипящей водой до самого верха. И сразу накрываем крышкой. Крышку обязательно я прокипятила. И оставляем в таком виде примерно минут на 15. Ну вот банка у нас постояла, она уже практически остыла. Теперь я ее сливаю. И маринад буду готовить на новой воде из расчета на 1 литр воды. В кастрюлю я налила 1 литр воды. Добавляю сюда 4 чайные ложки соли. Это на литр воды. 1,5 столовые ложки сахара. И 1 чайную ложку семян горчицы. Все перемешаю. И дам прокипеть буквально 3-4 минуты маринаду. Маринад прокипел 4 минуты. Я теперь добавляю сюда 9% уксус 50 мл. Буквально полминуты или минуты он прокипит. И буду маринад разливать по банкам. Горячим маринадом заливаем банку. Закрываем банку крышкой и герметично закручиваем. Итак, крышку мы закрыли, банку перевернули. Проверили на герметичность. И сейчас банки я укрою полотенцем и оставлю до полного остывания. Такой перец очень хорошо хранится всю зиму при комнатной температуре. И я думаю, этот рецепт вам понравится и вы его зимой оценили. Вот такой острый, хрустящий, маринованный перец на зиму у меня получился. Готовится этот перец очень легко и просто. Требует немного времени и немного ингредиентов. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Ну а если тебе не понравился мой рецепт, поставь дизлайк и напиши свой комментарий. А я на него с удовольствием отвечу. Не забудьте вступать в мою группу ВКонтакте, делиться своими рецептами, оставлять свои пожелания и рекомендации. А также подписаться на мой второй канал, где будут интересные покупки и много интересных видео жизни. А вам всем скажу, готовьте с любовью, экспериментируйте и все у вас получится. Всем пока-пока, до новых встреч.